МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Темой первого урока в День веда станет нам свет завещан на Берахчы. Уважаемые школьники, дорогие коллеги, уважаемые родители, бабушки, дедушки и особенно первоклассники, наступила самая ответственная, самая любимая и долгожданная пора начала учебного года. Желаю вам в новом учебном году быть любознательными, пытливыми, добиваться поставленных целей, иметь хорошие результаты по окончании учебного года, а будущим выпускникам реализации всех намеченных планов и желаний. Старшиня Гомельска Гагарвы-Канкама Петр Кириченко наведал самое буйное предприемство будовничея Галины региона Гомель-Будматериалы. Почас визиту юно знайомился с вытворчастю и экономичными показчиками, а так само сустрелся с працевным коллективом. Об чем ишла размова, ведает Дмитрий Котау. На предприемстве Гомель-Будматериалы зараз функционуют три основные цехи. По вытворчасти минеральных плит, блоков с ячейстого бетона и силикатные цеглы. На приклад, опошню год вырабляется 86 миллионов штук. Больше 320 тысяч метров кубичных блоков и 600 тысяч метров кубичных плит. Сыровина у основных мясцовая, однако для вытворчасти некоторых видов продукции выкористовывается, привезенная из Украины. С наших материалов можно возводить, со стеныных материалов можно возводить любые дома, там девятиэтажные строятся и так далее. Минеральная вата используется как для реновации зданий, утепления зданий, так и при строительстве новых. Кровельная плита используется, сэндвич-панели производятся тоже с нашей Минплитой. На предприемстве добро разумеют звычайную истину, как быть конкурентоздольным на рынку, нелько стоять на месте и постоянно треба шукать шляхи для развития. В первую шагу это тычется модернизация вытворчести и поляпшения якости продукции. Продолжаем работать над этим, искать. У нас очень современное оборудование. У нас все виды продукции сертифицированы CE, европейским стандартом, поэтому нам позволяет работать сегодня с любым потребителем. Сегодня коля 40% продукции накировается за мяжу. Экспортная география закраняет такие краины, как Россия, Украина, Латвия, Литва, Польша, Италия и Словения. Дорогие, подчас визиту старшине Гомельского гарбы Канкама, разума идей о приватности и о поширении рынка взбыта. Безусловно, только за этим будущее, потому что есть по отдельным позициям и конкуренты и на внутреннем рынке у наших гомельского материала. Поэтому, безусловно, надо искать новые рынки взбыта продукции. И тогда, все, как говорят, можно уверенно смотреть ближайшее и более далекое будущее. После знакомства с вытворчестью и экономичными показчиками отбылась встреча с прационным коллективом. И она отрималась корыстной для обо двух боков. Работники предприемства доведались о перспективах развития областного центра и выказали свои пропановы. У свою чаргу старшиня гарбы Канкама Петр Кириченко подшел о проблемах, какие хвалюют людей. Я считаю, что данные встречи нужны, потому что позволяют увидеть, какие проблемы есть на нашем предприятии, наметить пути их решения. А также власти доносят те проекты, те тенденции в экономике, политике, которые сейчас происходят. И если, как говорят, что двигатель экономики – это строительство, то я хотел бы, чтобы этот двигатель работал на полную мощность. Дмитрий Котов, Ялген Макеенко, отель и радиокомпания «Гомель». До проведения выборов депутатов у Палаты представников сегодня рыхтуются не только члены комиссии. 11 вересня на участках будет организованный гандль разностайной продукцией. Отбудутся концерты самодейных и профессийных артистов, а также бесплатные консультации юристов. Кто и как планует провести день выборов, доведались наши корреспонденты. У Гомельской областной нотариальной конторы гэтые опрационные дни ничим не адрозниваются о достатнях. Что год до нотариуса региона приходит каля 500 тысяч человек и усим необходимо оказать квалификованную допомогу. У гэтым месяцы, дарившись с работы белорусских юристов, знайомилась специальная комиссия Международного союза нотариусов. Зробленный вывод, наш нотариат отповедает с усветным потребованиям. 11 вересня специалисты областной конторы будут спрацовать на выборщих участках. Перш за все, у буйных городах. Усе консультации бесплатные. Нотариус, учитывая, что все-таки он юрист высокой квалификации, может и дать направление человеку, как действовать. То есть он конкретно отвечает по данной ситуации, если это касается нотариата. Если же это касается нарушения каких-то других прав, он определяет и говорит, что этим вопросом должен быть вот такой-то. Записывает, если необходимость есть. И если эта проблема не разрешена, то чаще всего они делают потом докладную записочку, передают местным органам, для того, чтобы они посмотрели, что дальше делать. До дня выборов сегодня рыхтуются и установы гандлю. На тех участках у сельских населенных пунктах, где нема места, продаж организуют с допомогой автолавок. У остальных будут прасовать буфеты, а гульная колька, с яких перевысить 800. А проща продуктов харчования, выборщикам пропонуют промысловые товары и сувенирную продукцию. Плюс организация дегустации, проведение акций и конкурсов. При этом уголовном управлении гандлю и послух усим организациям пора или зарабить помер надбавки минимальным. Мы рекомендовали всем субъектам хозяйственников, которые участвуют в организации торговой обслуживания, применять пониженный уровень торговой надбавки и наценки на продукцию общественного питания. Практически это будут сегодня минимальные значения, которые, будем так говорить, в абсолюте не покрывают даже тех затрат, которые необходимы для осуществления торгово-обслуживания участка для голосования. Но это социальная нагрузка торговли в данном мероприятии. До выступлений на выборших участках активно рыхтуются и артысты, як самодейные, так и профессийные. У Гомельской областной филармонии на импровизованные сцены им планует выйти эстрадно-симфоничный оркестр и камерный хор под керовниством заслуженного деячего культуры Беларуси Алены Соколовой. Это, саправды, знакомитые коллективы, которые только за прошлый год примали удел у таких мероприемствах, как Дни Гомельской области в Калининграде, Хоровое вечер в Минску и Пасхальный фестиваль в Рогачеве. Улишваючи колькось уделников, выступать я не смогусь на больш-меньш великих плясовках, одна из которых находится у областных громадско-культурных центров. Правда, остатние участки безкультурной программы так само не застанутся. Абсолютно каждый участок будет сопровождаться культурной программой. На сегодняшний день наши коллективы самодеятельные, любительские, профессиональные. Все уже готовят свои новые программы. И каждый житель, каждый избиратель в свой почтовый ящик традиционно получит небольшую такую листочку, где будет прописано, какой коллектив они смогут услышать на своем избирательном участке. Олеся Нчурова, Ольга Коновалова, Йоген Макеенко, телерадио, компания «Гомель». Сегодня на телеканале «Беларусь-3» распочинается трансляция передвыборных дебатов у кандидатов, у депутаты Палаты Простойников Национального Сходу Республики Беларусь шостого скликанья. Сегодня у 19.01 стартуют дебаты помеж претендентами на место у парламенте по Гомельской Центральной Выборчой Акрузе номер 33. С 19.20 до 19.35 дискуссию будут вести кандидаты по Гомельской Советской Выборчой Акрузе номер 34. А у 19.35 у дельниками дебаты станут кандидаты по Гомельской Промысловой Акрузе номер 35. До інших тем. Амаль 3000 працонных мест сообулостворено у Гомельской в области селета у першим паугодзі. Зіх амаль Палова припадая на долю малого бізнесу. Кабы открыть уласную справу потребны не тольки гроши, але и веды. И тут на допомогу потенциальным предпринимальникам могут прийти организаторы стартапов и бізнес-инкубаторов, яны оценивают перспективность проекта и распрацовывают конкретные шляхи до его реалізації. С такой подтримкой открыть свою справу на шмат простей. У гэтым упевнилася наш корреспондент Марина Северьянова. Гомельская ателье студия Лайк предприємства с невеликим стажем. Катерина Шаученко яго засновальник давно марила об організації свого бізнесу. Некальки годов була наемным работником. За гэтый час стала добрым спеціалістом, да и праца приносила задовольнення. И все ж таки у будущем я набачила себе керівником, а не подначаліним. За допомоги Катерина звернулася у консалтинговую компанію «Арыйон Белплюс». Еї спеціалісти проаналізували життєздольність проекта, визначили його кошт і рентабільність. Гэта заняло усяго каля трьох тиднів. Після чого знайшли помешкання і допомогли открыть ателье. По словах його господині спочатку було складано. Навіть з'являлася думка ліквидоваць бізнес. Але гэта була тільки хвілінная слабость, успамінає Катерина. Як це пойти і бросити це все? Ради чого? Стільки нервів, стільки сил, стільки дзеняг, щоб потім це все закрити і уйти, уйти в минус, оставити все. Тем більше работа мені це нравится. Общення з клієнтами мені тож нравится. Але консалтинговая компанія «Арыйон Белплюс» займається не тільки развітем і далейшій підтримкій стартапів. Сюди за допомогой звертаються і вопітні бізнесміни, в яких зникли економічні складанності, наприклад, са збитом продукції. Ми приходимо к малому або середньому бізнесмену по його обйому і передлагаємо їм управленні консалтинг. Коли ми вистраємо до нього продажу, коли вистраємо до нього маркетінг, коли вистраємо структуру або його стратегію, бізнес-стратегію. Зараз у штаті компанії сім чоловік. У команді працюється тільки професіоналу у сферах маркетингу, менеджменту, фінансів. У планах Віктора Лявонінкі створить свою особливу екосистему з великим штатом професіоналу любой накерованості. Дякуючи гэтаму бізнесміни будуть визволіна одній обходності шукать консультантів по економічних, юридичних і інших питаннях. Марина Сівер'янова, Яугін Макєнка, тілерадуя компанія Гоміль. За пошні п'ять годів агульна колькасть зрегістрованых на Гомільщині агросядіб повялічилася на трець. Разам стымамаль сорок процентів гэтых агросядіб за увесь минулый год не заключили ні водного договора на казанні паслух. Чому людзі не заусюды привабливай сільський отпочинок, высвятляв Олег Сінцерову. Як кажуть, фішка Петриковського района не кранутая природа, а тому і основна колькість місцевых агросядіб знаходіться на берегах водоєбов. На жаль, тільки о пішні три годы узровінь воды у реках пастоянно знижається. Мєсцеві жахары кажуть, што па гэтай причіні рыбы у Прип'яти становіться менш, але не настільки, ка прыбаки верталіся без улову. У агросядібі Сонічний берег, яка розміщена у вістах Голубіцем, навіть називаються пам'єры, самы великий сом, зловлені відпочиваючими, засігаў 212 сантиметраў і важаў 60 кілограмаў. За елікім рахунку, гэтай агросядіба і стваралася з орендація на аматороў рыбной ловлі. Йе владальнік былы воєнный разведчик даречі. У свой час навіть трохпакаёваю кватэру у Санкт-Петербурзі прадав, каб набыць участок на Петриковщіні. Правда, у апошній час адпочиваючык стало знашно менш. Аррендатор Райки на берзі, якоў знаходзіцца агросядіба, установил за кожен день рыбалки такие цены, што от приезду сюды почали одмовлятся навіть постоянные клиенты. Если, допустимо, осуществлять рыбалку активным способом, то есть троллингом, цена будет стоить 700 тысяч в сутки. Если вы захотите побросать заброс с лодки, с места, рыбалка будет стоить 500 тысяч рублей. А если на удочку с берега, то будет она стоить 250 тысяч рублей в сутки. Поэтому прежде чем сюда приехать, любой турист подумает, сможет ли он потянуть это все материально. Сярод Агуч вымых пропанул, як знижение арендной платы, так і продаж лицензии на рыбную ловлю для агросядіб, а не кожному конкретному туристу, што могло повеличить колькість опошніх. Тым божь, што дейнасть агросядіб на промою, уплывая яща и на организацию продукции местовыми крамами і поступлений у бюджет. По выниках минулого года, сельский отпочинок на Агумишине принес прибыток больше 9 млрд недоминованных рублев. Причем у гады статистицы не уличываются доходы, отриманные суб'ектами господаря, для яких организация сельского отпочинку не заявляється основным видом дейності, тиміш лезгасами ці индивидуальными предпринимальниками, наприклад. Предпринимальник Сергей Хатько не утоявая, организация агроотпочинку потребует доволі значных укладанів. Можно, заразуміло, набыть старый дом увезти і здавати його по 90 доларів за сутки. Такі приклади є. Але сьогодні турист в дейміні куачіний становиться усе більш потребувальним. Це не должна бути какая-то розвалюха реставрирована. Можуть бути реставрирована со вкусом, але десь бути дуже цікаво дуже цікаво. Щобо людина не однажды його посетила і забыла, то есть багато разів пользовався вашими услугами, конечно, треба в нього вложити якісь средства і душу. Тоді буде самоотдача від об'єкта. Олег Сентюров, Євген Макеєнка, Телеради Копанія Гомель, Петриковський район. І на гэтым наш раннішній випуск завершений. У студії працювала Наталья Ігнатєнка. Я і мої колеги жадаєм вам плённого дня. До нових зустріч у ефірі. Наталья Ігнатєнка. Наталья Ігнатєнка. Наталья Ігнатєнка. Наталья Ігнатєнка. Субтитры создавал DimaTorzok